да все ребята поехали классик всем привет сейчас попробуем такую шоколадку привет талян гольд я шоколад не очень люблю как и сладости но иногда на эти хочется знаете вот у меня тоже есть такое же я вот сладкое не особо люблю но как настя что-нибудь сладкое купит за уши не оттянешь я даже в детстве сладкое особо никогда не любил всякие там шоколадки и сладкие конфетки никогда не нравилось и в принципе как у меня с детства это пошло так до сих пор всегда вот смотрите ребят читайте внимание мармелад со вкусом колы попкорн взрывная карамель это и будет продолжаться вот а некоторые наоборот любят сладкое например у меня мама она любит соленое просто обожает кстати по иронии судьбы я мог таким же стать рано или поздно каждому свое то есть у каждого человека по-разному но потом судьба только острая все только острые пипец да он еще до сих пор с мамой дофига всяких специй себе сыпет в еду там все такое а я в принципе не люблю ни то ни то ни то все хорошо в меру принципе сладкое тоже иногда хорошо я например люблю пить кофе без сахара черный черный и чай без сахара тоже и к этому идеально подойдет шоколадка это шоколадка была прикус одна из шоколадок который была в посылке который мне прислали подписчики это было в апреле 2016 года и посылка мне помог получил посылка пришла в 2016 год и 2017 году я так что не знаю то ли он снял тогда этот ролик то ли уже год прошел шоколадка там не знаю на желающих лёха хомяков так что у него на канале и на моем канале видео про это посылка была в апреле 2016 года так что я хочу передать привет огромный и поблагодарить моих подписчиков которые мне прислали эту посылку и лёха хомякова и вот из этой посылочки там был несколько вообще там было много всяких сладостей некоторые мама уже съела некоторые сейчас вот я буду делать обзор и короче мама мама меня обгладывает я хочу жить отдельно чем вот например там было три вида шоколадок одну мама съела вторую я сейчас съем ну то есть я и все не съем еще с обзор на нее сделаю вот а третью тоже короче вот в общем одну шоколадку мама уже съела она на эту я делаю я обзор не сдал но как бы есть иногда признак шизы у таляна он три раза подряд сказал одно и то же вот три раза подряд сказал у меня есть одна шоколадка остальные мама съела первую шоколадку схема вот на 2 сейчас делаю обзор но очень первую шоколадку схема мама вот на нее сейчас и делаю обзор да буду я делать обзор на другую шоколадку или нет короче вот смотрите я выбрал видите тут написано мармелад со вкусом голова то есть короче это шоколадка тут не просто шоколад а тут дофига видимо всяких ароматизатор там всякой фигни напичьиной то ли они отобряись на мармелад со вкусом колы то есть тут в шоколадке должен быть мармелад по идее кусочки мармелада со вкусом колы То есть тут всякие, наверное, ароматизаторы, похожие на колу. Также тут попкорн и взрывная карамель. То есть, видите, тут напичкано дофига. Да, то есть он шоколад, вот смотрите, я даже не знаю, когда шоколад там будет есть. Он любит повторять одни и те же вещи. Например, вот я вот пробовал как-то шоколад Куритер Спорт, например, со вкусом клубники. Клубника. Потом, например, шоколад, например, ну то же самое, возьмем Альпен Гольд или какой-нибудь другой, например, с орехами. То есть там шоколад и орехи. Или шоколад и клубничная там какая-то начинка, да. А тут, то есть я к тому говорю то, что если шоколад с какой-то начинкой, то там она одна. Да, короче, шоколад, который не съела мама. А тут сразу несколько видов, по крайней мере, судя по описанию, судя по фотографии, да. Тут сразу несколько видов начинки. Новый год можно. Толян, видео 20 минут, 15 минут у меня на шоколадку мама съела. На вторую я сейчас сделаю обзор. Реально, ребятки, дайте Cool Story Bob просто во время просмотра Толяна. Так мне интересно, сколько же тут всякой химии напичкано внутри, если тут столько разнообразных вкусов. Я не знаю, я вообще не фанат, я говорю, сладкого, вот, а Альпенгольд шоколадки. Я ел несколько разных видов, но это было много лет назад, я, по-моему, видео на них не делал. И там были разные вкусы, там были дизайн совершенно другой был. Это белая, а та была черная, такой стильный очень дизайн. Они стоили вроде по 40 рублей, что ли, одна плитка шоколада. Вот, я попробовал три разных вида. Вот, они были все, в принципе, очень клевые. Вот. В принципе, из шоколадок я вот пробовал Альпенгольд. Я даже не могу сейчас перечислить, что я еще, ну, пикник, это, ну, сникер смажется, это все понятно, да? Вот, а, вот такие вот именно шоколад, шоколадные плитки, кроме Альпенгольда, я даже перечислить не могу. Что, я еще пробовал, что мне понравилось, что не понравилось, я не могу перечислить, потому что я сладкое особо не люблю, поэтому я сладкое особо не ем. Так что тут, короче, написано, со вкусом колы, попкорным и взрывной карамелью. Вот. Ну и сзади тут такая штучка нарисована. 160 грамм. И состав они убрали. То есть тут такая пленочка, она вот так вот открывается, и там состав написан. Вот. Но я сейчас на видео тратить время не буду, все это дело читать. Давайте попробуем просто сам вкус и посмотрим, какой он будет. И тут, короче, еще разные другие виды нарисованы. Возможно, я один из видов еще обзор на него запишу. Вот. Так что давайте мы ее сейчас откроем. Он ее вообще откроет. Он ее откроет, откроет, он ее есть будет. О, все, ребята, контент пошел. Ребята, экшон. Он вообще сможет ее открыть, я не помню. Как бы там одна шоколадка была, которую мама сразу открыла, съела. Походу. Я на самом деле, в принципе, обзор на нее не хотел делать, потому что, ну, я люблю сладкое, да, как я уже сказал. Я, поэтому у меня сладкое, особо вот эти вот шоколадки, конфетки сладкие, меня они особо не интересуют. Поэтому я обзоры особо на них делать не хочу. Ну, тут написано еще в составе. Я могу вам вот так вот показать. Спасибо. Спасибо, Толян. Хотя можно, наверное, с гугла ввести, и будет там все написано. Вот, давайте ее откроем, как она тут открывается. Так, а вот, с другой стороны, вот тут даже где нарисовано, как ее открывать. Видите? С одной стороны, посмотрите, вот опять же, многие говорят, что у меня кривые руки, я не могу открыть упаковку. Смотрите, с одной стороны, вот смотрите, с одной стороны ты можешь зацепиться, а с другой стороны как ты зацепишься, за что ты зацепишься с другой-то стороны. Тут уж дело не в руках, тут дело в упаковке. Вот, с одной стороны я цепляюсь, а с другой стороны не за что цепляться, если только ногтем ее, пальцем ее вот так вот. Кто же победит, шоколадка или Толянка? Еба! То есть, понимаете, с двух сторон ее никак нельзя зацепить. А он же такие для того, что не будет делать. Вот она открывается, наверное, вот так вот. Давай! А я ее положить по-другому. Вот, и так сейчас она уже... Вот, да! Открывать ее! Он просто разорвал эту шоколадку. Он уничтожил. Нет, она поломалась чуть-чуть. Ну да, она чуть подтаяла еще. Мы ее открыли. Мне даже хотелось, чтобы с такой шоколадкой. Вот она разваливается уже. Короче, вот она как выглядит. Он сейчас работает. Да вы же пиздите, он же не работает программистом в Google. Нет же. Какие-то они неравномерные. Этот меньше, этот больше. А что вы стреляете? Пиздец, пока он говорил, мне нужно гнить, начала. Расколем вот так вот. Сейчас я этот откушу и покажу, что там внутри. Ну, кстати, кусает, как мышка. Вот сейчас увидите, какой он кусь сделал. Что-то хрустящее. Вы поздравляете. Вы поздравите с вами за стиральтомак? Поздравляю. Внутри шоколад как шоколад, да? Но тут вот эти вот, видимо, тут вот эти орешки, они очень хорошо хрустят. Аппетитно. Я не понял, он любит сладкое. Нет, он не особо любит сладкое. А он уже сказал, да? Да. Как он уже говорил об этом, он не особо любит сладкое. Мышка шлизы. Очень. Слышите, да, как она хрустит? Хрустит прям пипец, как звонка. Ну, на самом деле, вот, вкус какой. Просто сладкая шоколадка. Тут написано, что мармелад, попкорн, кола. Ни хрена ничего не чувствуется. Просто сладкая, обычная, стандартная шоколадка. То есть, ничего такого выдающегося. То есть, ничего похожего на колу, на мармелад. Ну, ты дальше чувствуешь, может, и не попалось. Дальше пробуй. Единственное, что есть реально, это такой вот попкорновский не вкус, а... То есть, у попкорна у него свой такой оригинальный есть аромат. Такой душистый, да. И вот это вот во вкусе немножко чувствуется, да. Вот попкорн чувствуется. Характерный вот это аромат попкорна во вкусе. Во! Но ни кола, ни мармелада. Я ничего не прочувствую. Давайте я еще маленький кусочек откушу. Сидит с пацаном, знаешь, какой-то печалек. Я же говорю, как мышка. Так. Опять же, хрустит офигенно, но вкус не особо. В принципе, если вы любите сладости, то, в принципе, баллов 7 можно поставить. Почему 7, не больше? Потому что, ну, обычная шоколадка, я говорю, если кроме попкорна действительно чувствовался вкус мармелада или колы, то это было бы 10 для тех, кто любит сладкое. Но так как чувствуется только попкорн, то я 7 поставлю. Это для тех, кто любит сладкое. Но если вы сладкие не любите, вот, например, я не люблю. В принципе, достаточно все равно. Штучка прикольная. Какой, блядь, душный обзор. Меня же затопило. Что это за хуй-то? Это Толян. Уже душно перематываю. Нет, смотрим, ребята. Все смотрим. Тут каждая секунда это на вес золота. Это надо смотреть. Или кофе без сахара. То эта шоколадка идеально подойдет. Так что даже для того, для такого человека, который сладкое не любит, вот, этой штуке я 5 баллов ставлю. То есть, как бы 50 на 50. То есть, да, вроде как-то более-менее. То есть, в принципе, достаточно хорошие вкусные шоколадки. Вот этот попкорновский аромат. Так что подойдет очень хорошо к чаю. Супер. Переходим на просмотр видосов за донат. Ну, давайте, ребят, я, короче, буду. Вы будете мне, короче, кидать самые там, ну, донатами крупными ссылки на какие-либо видосы. А я там буду решать, смотреть их или нет. В итоге все будут начинающие ютуберы кидать свои видосы. Если бы я любил сладкое, я бы семерку поставил. Подписчикам за посылку. Все-таки там эпично. Это было очень интересно. Эпик посылка. Вот. И огромный привет подписчикам за посылку. И всем остальным подписчикам тоже привет. До встречи в следующих видео. Также спасибо Лехе Хомякову, который посылочку привез. Но это, кстати, не конец. Ну и всем до встречи в следующих видео еще раз. Счастливо. И опять же, не злоупотребляйте сладким. Если вы любите сладкое, не злоупотребляйте, потому что это полезно, но в меру. В маленьких дозах. Вот. Если есть в больших дозах, то вы знаете, это на зубной эмали сказывается неприятно. Толян заботится о вас. Вам умные вещи такие говорят. А вы перематываете, перематываете. Отрицательную сторону. Так что все хорошо в меру. Так что эту шоколадку я бы посоветовал вам, если вы любите сладкое. Так что еще раз всем до встречи. Всего хорошего. Пока. Обновление к видео вставлю в конец этого видео. Смотрите, видите, что у меня на руке? Правильно, это мармелад. Короче, я сейчас есть стал шоколадку. Я ее как... Он, короче, обсасал шоколадку и достал изо рта мармелад. Ну, это вот я вам говорю. Стал есть. Я, короче, положу кусок в рот. И обсасываю его, пока весь шоколад не растает. И когда весь шоколад растаял во рту, во-первых, вот эти вот хрустящие штучки, это реально кусочки попкорна. Только они достаточно твердые для настоящего попкорна все-таки. Настоящий попкорн, он такой... Более мягкий, вот. Но вот эти вот хрустящие штучки, это как раз вот именно вкус у них попкорна был. Вот. Потом я еще несколько кусочков съел. И в одном из кусочков, который я, опять же, весь полностью прососал, шоколадку всю, у меня когда растаяло во рту, то там оказался кусочек мармелада. В комментах самый сок, я знаю все. Комменты как раз уже настоялись. Так что я обожаю читать комментарии под видосами Толяна. А, да. Я его стал есть, распусывать. Вот он. И у него действительно вкус кока-колы. То есть получается то, что почти в каждом кусочке шоколада есть кусочки попкорна. Но они чувствуются лучше всего, когда ты шоколадку полностью всю рассосешь, когда она у тебя во рту растает, тогда они хорошо чувствуются. Сосать шоколадку разумеется. А мармелад, например, из трех, из четырех кусочков шоколада мне мармелад только в одном попался. Вот. И опять же, он чувствуется, когда ты полностью всю шоколадку во рту рассасываешь, когда она у тебя вся растает, тогда и мармелад, вот он какой, видите, он такой, такого цвета как раз как кола. Я специально вот на свет показываю, на руку положил, видите. Так что, в принципе, достаточно вкусно и хорошо. Так что, я из семи баллов поднимаю еще на один балл, на восьмерку. Вот. В итоге, итоговая оценка 8 баллов, потому что все-таки мармелад со вкусом кола действительно есть. Видите, ребята, 8 баллов. 8 баллов. Это, между прочим, высокая оценка от Толяна. Толян так высоко, мало что оценивает. Так что, если что, блин, сам захотел с Альпин Годом Макс Фан. Действительно. И энергетика. Так что, такое было дополнение в конец видео. Вот. А на этом я уж точно со всеми попрощаюсь, все закончу. Так что, видите, закончу видео. Кстати, нет, видео еще не заканчивается. Видите, как получилось. Дальше стал есть, еще лучше распробовал. А как он получил мармелад? Синтезировал? Наконец-то нашел. Алхимик великий. Я мармелад со вкусом колы. Достаточно вкусно. На этом уж точно видео закончу. И пожелаю всем всего хорошего и пока. Сейчас самый сок. Я еще кое-что хочу добавить про эту шоколадку. Это очень важно. Очень важно. Короче, вот так получилось, да, то, что я видео закончил, стал ее есть и мне есть, что добавить. Я еще в конец это добавляю. Короче, видите, она уже свернутая такая. Я, короче, ее покромсал на кусочки, стал сидеть, ее есть. Я сидел, короче, ее ел, слушал музыку, там смотрел видео на YouTube, как обычно я делаю. и вдруг я, ну, то есть я же сидел в наушниках, слушал музыку, ел шоколадку, пил кофе несладкий, черный, без сахара и с шоколадкой. И вдруг я слышу какие-то трески такие, щелчки, которые характерны... Взрывная карамель, как бы, ребят, я вам, еще раз повторяю, взрывная карамель. Он слышит щелчки и треск. Например, как вот виниловая пластинка бывает иногда, трески, щелчки такие. Вот. Такие трески, щелчки. Я сначала подумал, что в той музыке, которую я слушаю, я только... Одна группа, короче, мне посоветовали я скачал их альбом, послушать понравится, мне не понравится. Вот. Если понравилось, понравится, тогда еще послушаю другой. Вот. Слушал, то есть, как раз я первый раз слушал одну там группу. Ну, мне она не понравилась, поэтому я про нее говорить не буду. Вот. И я подумал, что вот эти щелчки это плохой рип, видимо, ну, я с рут-трекера там скачал. Плохой рип. Плохой рип с трекера скачал. Ой, сука. И эти щелчки это в рипе. Я остановил трек, другой включил, щелчков нету. Опять дальше сижу, слушаю, слушаю, дальше слушаю следующий трек, слышу опять щелчки. Я подумал, что вот эти щелчки в этом, вот. Потом я остановил, щелчки продолжаются. Выключил полностью всю громкость. Я думаю, может быть, там в браузере, там на ютубе же видео смотрю, там реклама, да, выскакивает. Мало не, может быть, какая-то реклама всплывающая выскочила, типа, и типа это от нее. Не знаю. Я, короче, выключил музыку, выключил всю громкость, понизил на ноль, щелчки продолжаются. Я снимаю наушники, щелчки продолжаются. Прям явные такие щелчки в голове. Я подумал, может быть, нет, я не буду смотреть детальмана, спасибо, мне психика не настолько крепкая. Может быть, какой-то мутылек залетел, и он типа крыльями порхает. Осмотрел комнату, нет ничего, щелчки. У меня кофе, я допил, потом допил, короче, кофе, посидел, щелчки прошли. Думаю, странно, что за фигня такая. Потом дальше опять продолжил. Опять дальше, все, щелчки прошли, думаю. Я могу без нас бакурины не знаю. Мне никакого жжешь. Ну, да, ну, ну, знаете, бывает иногда как в ухе гудит. Еще, например, там есть такая примета, типа, если ты спрашиваешь у другого человека, в каком ухе гудит, если он угадал, то это хорошо, там, в левом или в правом бывает гудит или свистит, бывают какие-то такие звуки. Вот, но они быстро проходят. Или от повышения давления бывает, или от понижения по-разному. Вот, так у меня какие-то щелчки, я думаю, может быть, это какая-то фигня у меня там в голове. Думаю, ладно. Вот, ну, и дальше продолжил опять есть шоколадку, пить кофе, опять щелчки появились. Опять щелчки появились. Короче, так, я выключил, то есть, я перестал есть шоколадку, попил кипяченой воды, прополоскал рот, попил кипяченой воды, минут 10 я посидел, просто так, не ев шоколадку, и щелчки прекратились, и больше они не появлялись. И сейчас вот уже где-то полчаса прошло, или даже 40 минут, щелчков больше не было. Вывод такой. Щелчки были от этой вот шоколадки. У нее внутри вот эти вот кусочки, которые по вкусу похожи на попкорн. Видимо, они, у меня такого никогда не было. Я стал искать в угле много разных причин, почему щелчки. Вот, у меня такого никогда не было. Что в щелчки вымыть? Осуждаю щелчки. Я потом соулер. Я потом гляну соулер. Большое спасибо. Это гениально, Шерлок. Привет, я не корнандо. Щелчки из вас до вас. За 30 лет у меня никогда такого не было. Вот. Кстати, да, торицатник скоро будет, ребят, ему сейчас 29 лет, что ли. Я стал искать в угле, щелчки как раз бывают после 30 лет. они могут бывают по-разному. щелчки будут падать. Вот, у меня такого никогда не было. то есть, мне почти 30 лет, за 30 лет у меня никогда такого не было. Вот. и я стал искать в угле щелчки как раз бывают после 30 лет. Вот. Они могут бывают по-разному, разной продолжительности, разные или в левом ухе, или в правом. Вот. То есть, у меня никогда щелчков до этого не было в ухе, в ушах. Первый раз у меня. Вот. Я посмотрел там, почитал в гугле. Короче, я понял то, что это от этой шоколадки. Я ее перестал есть, попил кипяченой воды, щелчки прократились и они больше не появлялись. Вот. Так что, я вот эту шоколадку в итоге, в итоге, что делаем в итоге? Вот эту шоколадку я на ней ставлю брак. Я на ней ставлю крест. Ноль баллов из десяти. В итоге ноль. никому ее не советую. Если вы ее вдруг захотите попробовать, пробуйте на свой страх и риск. Вот. Вас спасли, ребята, вы это понимаете? Вы там смеетесь в чате, над Толяном угораете, а он вас спас от щелчков в голове. В сердце и щелчки. Шоколадка бракованная, вы понимаете? Это брак. Ноль баллов из десяти. Рефант. Ебало взорвет. И щелчки в ушах. Вот. Я вам серьезно. Это не шутка, никакая, не прикол. Это на самом деле серьезно. Так мы не сомневаемся. Так что эту шоколадку я никому никогда не советую. Вот. Если это видео кто-то будет смотреть из представителей вот этой вот компании Альпенгольд или какой-то другой человек, который занимается проверкой еды, там что-то относится или относится к Роспотребнадзору, обязательно вот эти вот шоколадки проверьте. Вот в данном случае вот этот вот Альпенгольд называется вот мармелад со вкусом колы, попкорн и взрывная карамель. Проверьте, что такое. Ты прочитал взрывная карамель это была, блядь, карамель. Что вызывает щелчки, потому что я говорю, щелчки появились только когда я ел эту шоколадку, как только я ее перестал есть, попил воды, щелчки прошли. Вот. Так что тут, видимо, вот эти штуки, которые похожи на попкорн. Видимо, это какие-то такие вот химические непонятные какие-то ароматизаторы какая-то щелочь, блядь, которые плохо влияют на организм. Вот, например, иногда, когда я пью алкогольные напитки, алкогольные коктейли, у меня начинает болеть живот. Вот. Алкоголь, это же вредно. Вот. И плохую реакцию на организм оказывает. Вот. Видимо, тут такая же фигня, которая вредна, влияет на организм. Так что эту шоколадку ноль баллов, я ее забраковал, никому я ее не советую. Кто работает в определенных отраслях, там, связанных с едой, с проверкой, проверьте, производители. Может быть, это такая партия плохая, в которой была добавлена какая-то фигня химическая, которая вот так вот влияет на организм плохо. Вот. Так что вот в итоге что в итоге получается. Я не понимаю, что рожать по факту. Вон по факту все разъебал. Альпингольдбанков обязательно напишу, наверное, в комментариях видео или название обязательно досмотрите до конца, потому что многие люди до конца видео не смотрят, они просто перематывают на то, какую я оценку поставлю. Так что многие могут посмотреть в общем-то не тюрьму, я не хейчу, Томска. Замечательно выключить. Но это очень важно, так что обязательно напиши в комментариях в описании и везде мне только обязательно напишу про вот эту шоколадку. что она может вызывать щелчки и хрен знает, может быть какую-то аллергию, может быть завтра я проснусь, а у меня все руки будут в аллергии в каких-то разных красных пятнах, я не знаю. Вот. Так что я еще сейчас пойду попью кипяченой воды. Так что если что-то такое отъебил... Лекарство, блядь, от всего. Кипяченая вода. У вас бывает, то знайте, то, что лучше всего помогает кипяченая вода. Она промывает твой желудок, твой организм, да? Вот. Так что я еще раз попью воды. Вот. Может быть у меня и будет какая-нибудь аллергия. Но хорошо, что я съел немного, я съел несколько кусочков, я ее сейчас вот так вот сверну, я ее, наверное, выброшу. Маме я ее, конечно же, давать не буду после этого. Я ее сейчас, наверное, вытяну. Или как вот связаться, как вот ее сдать на анализ, чтобы ее проверили. Срок годности у нее еще не прошел. Выглядит она нормально, вкус у нее хороший. Вот. Как-то может быть обратиться куда-то, чтобы ее сдать на анализ, чтобы ее проверили. Уникальный случай, блядь. Что у нее не так. Почему она вызывает щелчки, что такое? Я сейчас, наверное, сейчас вот я погуглю, так что я ее пока выбрасывать не буду. Я ее положу в холодильник, чтобы она не расплавилась, чтобы она получше сохранилась. Вот. Чтобы она была потверже, да, получше сохранилась. То она вообще убьет. Может быть, дополнение, поэтому видео получилось очень длинное. Так что ноль. Кстати, нашел себе сперс-экзамен с Павел 220 человек. Так было, когда мы еще раньше таляна смотрели механику. То, что с вот этими всякими добавками это не советую, никому не советую есть. Потому что всякие вот эти добавки, вся вот эта химия, это сразу крест нужно было ставить на это. Никому не советую. Так что хочу обратиться к этому Альхенгольду Ивану. Был бы ты человек, нахуй. Твои шоколадки жрут, хрен, пойми где. А нормальные парни щелчки и слышат. Кака так ты, блядь. Я согласен. Альхенгольд, все, ребята, запракован Альхенгольд. Больше не покупаем. Байкот. Понимаете, байкот Альхенгольду. Щелчки. На этом я закончу уж точно видео. И мармелад еще не сразу насосался там. Толяна, потому что пол шоколадки рассосать. Вы представляете, сколько он химических веществ себя впитал после этого? Всем вам желаю всего хорошего и до встречи. Всем пока. Ну и тебе самый главный комментарий. Как бы взрывной карамель ебальник не разворотил и смотрим дальше. Альхенгольд вахуя того, как Толяна выполнил заказ компании про шоколадку. А рефанды там будет на уровне фалача 76. На рефунции фью Авида млади эфигами. Возможно. Что если он реально пошел бы рефандить эту шоколадку, блядь? Ходят слухи, что директор шоколадной паприки Альпенгольд и Виллионг умир от смеха, когда узнал, что живет на земле 30-летний парень, который охуел, когда он слышал щелчки и в голове не от опыта тараканов, как это бывало ранее, от поглощения шоколадки. Ой, бля... Пиздец. С этих щелочков. Бля, Толяна, пиздец. Все эти щелочки из-за шоколадки щупучки взрывающиеся есть, они никак не опасны. Это же для прикола сделано. Щелочки, это мозг начал работать благодаря шоколадке. Ой, бля... Здесь как Толяна в Толе перещелкнула. Толяна, ты свою жизнь им прососал, а не шоколадку. Бля, Толя совсем пиздоноса, такая фишка в шоколадке там эти хуйни взрываются во рту, как шипучку. Здесь такие в пакетике отдельно продавались и тут шоколадку засунули. Щелочки в ушах из-за шоколадки столяна смотрят психиатры, а не представители Альпенгольда. Чего руки трясутся, ты выпиваешь перед видео? Вот же сволочь, такие упаковки делает, зацепиться не за что. Альпенгольд, Подписывайтесь, Понятное? Продолжение следует...